что ж в этом ролике вас ждет обзор на новый крутой надежный и мощный 3d принтер от отечественной компании импринта геркулес g3 пристегните ремни погнали всем привет меня зовут артем соломников а это аддитивный ликбез ролики в которых я провожу различного рода эксперименты обозревая 3d печатные материалы и собственные 3d принтеры 2 июня компания импринта провела свою летнюю презентацию новых продуктов на которых продемонстрировала новые модели 3d принтеров а также расходные материалы кстати говоря вы можете также посмотреть эту закрытую презентацию по ссылке в описании ныряйте туда находите ссылку смотрите и узнавайте о новых продуктов на этой презентации мы презентовали сразу несколько моделей 3d принтеров а точнее целых три и сегодня я сделаю подробнейший обзор первого из новых моделей 3d принтеров геркулес g3 геркулес g3 по сути является про апгрейднутой версии нашего бестселлера геркулес g2 с момента его обзора и с момента выхода самого 3d принтера геркулес g2 прошло целых два года два года почти будет этой осенью разумеется мы не стояли на месте и разрабатывали новые технические решения проводили различного рода тестирования испытывали новые узлы повышали надежность точность быстродействие и вся эта работа была в большинстве своем основана на эксплуатационном опыте наших пользователей 3d принтера геркулес g2 поэтому обзор геркулес g3 невозможен без отсылок его предшественников геркулес g2 только конкретика и только факты обязательно досмотреть этот ролик до конца если вы не подписаны наш канал то вот здесь вот есть специальный кнопочка красненького цвета которая должна стать серенькой называется на подписаться а также для того чтобы не пропустить выход новых роликов нажмите пожалуйста пожалуйста нажмите на колокольчик и поставьте себе напоминание о выходе всех новых роликов и конечно же так как это новый 3d принтер я думаю что этим обзором по любому нужно поделиться со всеми вашими 3d печатными друзьями и не только пускай они знают о том что вышел такой прекрасный 3d принтер это каким интересным интереснейшим образом компания-производитель делает у него свой собственный обзор а еще у нас есть телеграм-чат по ссылке в описании аддитивная кухня которым очень часто делимся различной инсайдерской информации по нашим новым принтером продуктом который мы разрабатываем и выпускаем ну и туда периодически скидываем какую-то интересную информацию в общем вступайте в телеграм-чат и будьте с нами в одном комьюнити удачного вам просмотра для начала пройдемся по ключевым характеристикам которые я выделял в g2 и посмотрим как они изменились в g3 габариты печати 300 на 200 на 300 миллиметров автоматическая калибровка плоскости стола программная компенсация первого слоя по 25 точкам производительность до 162 кубических сантиметров в час линейная скорость перемещения при нормальной экструзии до 120 миллиметров в секунду для g3 максимальная линейная скорость холостого хода теперь до 500 миллиметров в секунду а ускорение холостого хода до 5000 миллиметров в секунду в квадрате максимальная температура экструдера теперь 420 градусов и вводится у нас новое понятие как гарантийная наработка то есть ресурс до первого технического обслуживания равной 100 килограммам или пяти тысячам часов нормального функционирования принтера а теперь давайте пройдемся по характеристикам изменениям модификации модернизациям оптимизациям благодаря которым по большому счету и мы смогли достичь этих новых чудесных и публичного слова сверх божественных характеристик цена при всем при этом она практически такая же как на g2 при том что он намного лучше своего предшественника только теперь геркулес g2 приобрести нельзя потому что мы его больше не выпускаем а вот g3 приобрести можно актуальную цену смотрите на сайте продукта по ссылке в описании начнем с основного и очевидного g3 значительно больше g2 это становится понятным из названия g эта серия принтеров джениус ну а три название это первая цифра размера стола по оси x 100 вместо квадратного 200 на 200 миллиметров у g2 в g3 мы сделали прямоугольным 300 на 200 за счет такого удлинения стола по оси x данный принтер позволяет решать намного больше задач пользователей это зачастую удобнее чем квадратная платформа и в целом принтер позволяет печатать более габаритные детали габариты принтера соответственно тоже стали посерьезнее 528 на 450 на 720 миллиметров но он также спокойно помещается на стандартный офисный стол это не выводит его из ранга настольных что касается квадратных столов мне вообще кажется что это чисто российская фишка и было придумано и выдумано это все в россии в основном в других странах принтера действительно имеет прямоугольную форму и в общем то это и понятно как много корпусов квадратной формы вы видели в своей жизни подумайте над этим а я перехожу дальше что касается внешнего вида принтера дизайн аналогичный как у геркулес g2 фирменные скошенные дверцы такой же цветной сенсорный дисплей 7 дюймов однако смотрится он более пропорциональной из-за большего прямоугольного стола единственное отличие брендинге мы вынесли название на корпус принтера а точнее на верхнюю панель на экструдер теперь название модели экструдера геркулес и у них вот в 4 и также мы избавились от надписи на столе геркулес да мы прям от нее избавились из-за того что принтер у нас сейчас не единичные а представляет собой серию из множества моделей мы подумали что нам необходимо проносить этот брендинг через все принтеры а не выдумывать каждый раз как брендировать каждую последующую модель из этого мы получили текущий вариант простой и понятно жесткий корпус выполнен в наших лучших традициях из стали это делает конструкцию максимально жесткой он также полностью закрыт акрилом что позволяет минимизировать изменение температуры в камере и положительно влиять на печать материалами которые обладают высокой усадкой верхняя крышка теперь не съемная на магнитах а прикручиваться винтами и это связано с тем что магниты в процессе нагрева стали из крышки выпадать поэтому решили поменять ее на винты это не так часто требуется для эксплуатации например в случае если вы хотите заряжать пластик сверху и это не так сильно отягощает вас от того чтобы постоянно откручивать или прикручивать эти винты в общем только по необходимости зато теперь все очень надежно и ничего не выпадывает g3 обладает также принудительной регулируемой вентиляцией 2 кулера на вдув воздуха снизу и 2 на выдув сверху со сменным угольным фильтром так сказать заботой о здоровье пользователя эти фильтры фильтруют испарение пластика печати например перепечати токсичным abs плюс ко всему фильтр сменный и их можно приобрести тут мы ничего не меняли отличное решение проверенное годами сетевой разъем ethernet для подключения к интернету а также модуль вай фай и и о боже что же мы здесь видим это же разъем под юсб флешку да все правильно g2 мы изначально предположили что имея возможность удаленной отправки здания на печать используя локальную сеть вай фай либо же интернет разъем под флешку пользователям будет не нужен но по обратной связи мы поняли что это предположение оказалось ошибочно и пользователям нужен раз нам мы слишком определили время и место когда мы решили это реализовать поэтому мы вовремя переобулись и изменили эту концепцию добавили избе флешку оставили также локальную сеть вай фай интернет и теперь возможен как удаленный запуск задания на печать так и старым дедовским способом подойти воткнуть нажать кнопку и запустить печать профит что ж давайте уже нырнем в глубь 3d принтера и поподробнее рассмотрим внутренний мир вместе с его органами начнем с головы так сказать мы изменили конструкцию печатной головы и существенно ее облегчили а также добавили намного больше жесткости что положительно сказать на повторяемости печати и ровности стенки мы ушли от подвижной головы и теперь калибровка осуществляется по тензо датчику за счет этого нам удалось убрать рельсу и каретку что также положительно повлияло на вес всего экструдера экструдер как всегда нашей собственной разработки геркулес уни или как говорят у нас юниход в 4 кто помнит g2 был юниход в 3 экструдер директ шаговым двигателем нема 11 с планетарным редуктором и передаточным отношением пять к одному драйвер теперь используется тимси 2209 раньше мы использовали са 49-88 но это были прошлые времена а то прошло помянетому филаментом в глаз добавили цифровую шину приема передачи данных кан между кросплатой экструдера и контрол бордом теперь наша коса стала надежнее и мне стало меньшее количество проводов что сказать возможным стало как раз это то что мы применили цифровой способ передачи данных до головы юниход в 4 позволяет печатать с температурой экструзии до 420 градусов что касается самого хот-энда то раньше в юниход в 3 который стоял геркулес g2 мы использовали термопару сейчас в юниход в 4 который стоит в геркулес g3 и во всех последующих 3d принтерах по секрету они тоже будут и обзоры на них тоже будут теперь там стоит термистор pt-1000 от наших дружественных китайских партнеров триангла гильзового формата исполнения раньше датчик термопары давал очень много периодически непонятно хаотично ложные срабатывания и это бесило бесило наших пользователей но это бы любого бесило если бы с термопарой были бы постоянно проблема она коротила периодически и даже несмотря на все наши усилия тестирования супер качественную сборку контроль увольнения убийство это надо будет запихать вот несмотря на все это термопара выходила из строя сейчас она другого формата исполнения и она намного надежнее и она намного лучше отрабатывает свою работу отрабатывать свою работу она более простая в сборке да меня тут подсказывает из зала том числе мы улучшили изоляцию блока нагрева сделав кожух который изолирует нагревательный блок посредством волоконно-керамической прокладки изменили и обдув радиатора теперь радиальный вентилятор используем надежный высокопотоковый от санон в том числе мы поработали и над улучшением контроля перегревы холодной зоны теперь мы там используем не капельный термистор а гильзовый который более надежная и а совершенно исключает какие-либо ложные срабатывания да с этим термистором ранее на герукле g2 также были проблемки но теперь их нет новый экструдер юних от в 4 способен расплавлять гораздо больший объем материала за меньшее количество времени при этом сохраняя прочность производимых деталей максимальная производительность достигает 162 кубических сантиметров в час а на тему производительности экструдера и ее влияние на прочность изготавливаемых изделий мы делали очень большой и подробный аддитивный ликбез посмотрите его по вот этой вот подсказочки на g3 экструдер стал более производительным но а в самом термине производительность вам поможет разобраться как раз таки это видео которое мы снимали на старом экструдере в общем 10 ссылочка переходите и смотрите в новой конфигурации предусмотрена возможность установки быстросменного тефлонового термобарьера для печати пластиками с температурой экструзии до 250 градусов ну а предустановлен также как и на g2 титановый цельнометаллический термобарьер который предназначен для печати высокотемпературными инженерными пластиками с температурой экструзии до 420 градусов эта характеристика повысилась на 10 градусов относительно g2 почему мы все-таки пришли к сменным хотендом да потому что мы действительно старались сделать универсальный хотенд который позволяет работать со всеми материалами но даже несмотря на то что мы прибегали и прибегаем до сих пор при производстве цельнометаллического титанового термобарьера к специальным полировкам специальным способом установления к другим интересным секретиком тем не менее нам не удалось добиться того чтобы на мягких материалах и материалах где низкой температуры стеклования была стабильная печать это возможно но требуется специальное усилие например для печати было некоторых производителей требуется наносить синтетическое масло на губку которая располагается в филаментоприемнике однако можно печатать было без масла от филаментарная было плюс я сам было плюс сайбер файбер пла про сэмпла и рекла с даты выпуска после октября 2020 года то есть было опечатать возможно и мы хотели добиться этой стабильной работы но возможно не со всеми материалами в общем ошибки случаются главное вовремя их признать это в целом не больно но очень важно делать чем собственно говоря мы и занимаемся в общем если у вас есть потребность печатать такими пластиками и не смотреть на то какого производителя вы используете то для вас специально мы как раз и предусмотрели эти сменные тефлоновые термобарьеры кстати смена термобарьеров происходит буквально одним движением а по принтера автоматически определяет какой хотенд установлен и автоматически меняет максимально возможную температуру печати для этого типа хотендо таким образом этот принтер покрывает все возможные варианты материалов для печати в этом сегменте g3 действительно максимально универсальный модель принтер на нем можно печатать и композитами и полиамидами и гибким материалами различной жесткости и даже пик и даже пек а также в нем есть удобная регулировка прижимающего механизма с удобной нумерацией для того чтобы понимать в какой степени сильности у вас прижимается филамент еще одна важная модернизация является то что мы перешли на международные форматы диаметров сопел да да вы просили мы сделали теперь стандартным предустановленным диаметром сопла на геркуле g3 является сопло 0 4 миллиметра ну и разумеется мы не забыли про наших постоянных пользователей то есть теперь есть возможность приобрести как сопла по международному стандарту туда мы добавили 0 4 и 0 6 а так и по геркулесовскому 0 3 0 5 0 8 и 1 и 2 миллиметра поэтому вам не нужно перестраиваться и если вы уже ранее работали на наших соплах то соответственно вы сможете это продолжать это делать работая на 3d принтере геркулес g3 ну а от диаметров 0 2 миллиметра и 1 миллиметров мы в принципе решили отказаться так как они не пользовались особой популярностью все-таки даже если посмотреть на размеры рабочей области то как правило принтер уже с такой рабочей областью для него сопло 0 2 миллиметров не является актуальным даже в силу того что как правило такими соплами изготавливаются изделия очень маленьких размеров и наверное на этот счет лучше воспользоваться там 3d принтером с более мелким размером рабочего поля при печати материалами до 250 градусов необходимо использовать латунь если температура печати выше 250 градусов или она тем более уж высокотемпературная 420 градусов то для этого у нас есть титановые сопла подающий шкив механизме подачи как вы знаете наверное уже не раз про это говорил мы его печатаем из металла мы немножечко изменили профиль его зубьев для того чтобы при печати мягким материалами это раковинка что это углубление это она наиболее оптимальным образом охватывала пруток и направляла его так сказать куда нужно непосредственно в хот-энд я здесь хочу сказать что наш хот-энд очень требователен к диаметру прутка и если у него будут существенные колебания то в силу того что у нас в хот-энде там все подобрана вплоть до микрона то соответственно эти колебания нестабильного плохого говеного отвратительного качества прутка у вас просто печати но не будет нормальным образом идти поэтому надо использовать только качественных проверенных производителей которых не гуляет диаметр прутка да такая вот особенно что вы хотели себе принтер как бы да вот ну что то что касается обдува модели мы изменили конструкцию диффузоров с учетом моделирования воздушных потоков при печати за счет этого уменьшили вес печатной головы все это позволяет печатать на высоких скоростях без перегрева модели при этом с хорошей когезии слоев сам кожух мы изменили облегчили и упростили его сборку и точность позиционирования деталей алюминиевая подогреваемая до 150 градусов платформа со стеклянным съемным столом фиксируется держателями поэтому отпечатанные детали удобно снимать со стола модули линейных подшипников которые используются на рабочей платформе мы теперь используем фрезерованные потому что так у нас отсутствует абсолютно образом люфты которые присутствовали в некотором их виде на предыдущих модульных подшипников теперь все мощно крепко прочно и надежно в обновленной печатной платформе используется два нагревателя вместо одного что положительно сказывается на равномерность нагрева плоскости и соответственно на усадку материалов хотя на g2 мы и так могли печатать а б с материалом практически во все поле сейчас поле стало больше платформа стала еще более равномерно нагреваемая поэтому мы сделали еще лучше лучшего бывает и такое ну и мы видим такую же систему загрузки материалов филаментоприемник такая же система как у нас была на g2 место предназначено для катушек один килограмм что касается интерфейса управления то здесь как я уже говорил такой же большой крутой цветной сенсорный дисплей мы регулярно выпускали обновление на g2 и я вам хочу сказать то что до момента выхода нового мажорного обновления dergless host 2 у нас было 85 минорных обновлений минорных изменений то есть это говорит о том насколько мы существенно плотно и интенсивно работали над внесением изменений на основании пользовательского опыта на основании каких-то замечаний на основании каких-то глюков и на основании в целом нашего нашего улучшения нашей работы мы регулярно выпускали обновление на g2 и в том числе связаны с удобством и интуитивность управления дисплея эти решения вошли в основу нашего нового принтера и лягут во всю серию g принтера все основные функции как обычно на главном экране например температура экструдера и температура стола все остальные например движение по осям в сервисном меню чтобы хотелось отметить не так давно мы добавили возможность отключения различных датчиков прямо во время печати с дисплея геркулес хост теперь добавлю новые функции система управления автоматизациями возможность отключения датчика во время печати и это нужно например при печати не со штатной катушки а для подачи пластика сверху напрямую в экструдер добавили стендбай режим завершения работы после печати система цветовых уведомлений о состоянии принтера с not system теперь переехала со стола с надпись геркулес на пау принтеров геркулес хост и теперь эта цветовая индикация прям на дисплее моргает случае если что-то происходит не так что означает цвета в общем-то как и раньше красный критическая ошибка остановка печати и желтый ошибка пауза печати анимация накладывается слоем на окна если желтое окно паузы если красное то главное окно ну и также у нас присутствует этом принтере система ограниченного доступа в данном случае реализовано через блокировку дисплея с помощью пин-кода принтере предусмотрены различные фичи по упрощению процесс печати такие же как на g2 но модернизированные и улучшенные автоматическая калибровка рабочей поверхности посредством программной компенсации плоскости стола по двадцати пяти точкам один раз в g2 два года назад по девяти точкам это происходило да еще и каждая калибровка происходило перед каждым началом печати а сейчас мы увеличили количество точек для увеличения аппроксимации измерения и получения более точной карты высот автокалибровка стала точнее за счет веса измерительного датчика он же тэн задатчик 0 0 25 миллиметров среднее отклонение по сетке стола на g3 между группой точек а также тэн задатчик помог уйти от подвижной головы и минимизировать дребезг при перемещениях самой печатной головы теперь автокалибровка происходит не перед каждым запуском а при первой активации принтера но ее можно повторить через не настроек сервисе калибровка плоскости если например эта калибровка сбилась по неведомым и независимым от вас причинам ну например принтер упал на пол его поставили и он что стал кривым вы можете его заново откалибровать но лучше принтер на пол не ронять особенно на ногу весь это нормально будет больно система контроля наличия и подачи пластика сэнсити про чек и здесь бы кстати стоило бы добавить в 2 в общем эта система оптимизирована мы улучшили систему датчик наличия который установлен в филаментоприемнике мы изменили уникальным способом который намерены патентовать конструкция 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 датчика наличия прутка изменилась благодаря фотополимерной напечатанной детали датчик как и все узлы принтера были испытаны более чем на 100 килограммов в данном случае имелось ввиду именно заправка и протяжка такого количества материала через этот датчик датчик подачи в подающем механизме мы также усовершенствовали теперь диск энкодера изготавливаем из нержавеющей стали по нашим чертежам они используем масс-маркетовское решение из пластмасса повысили качество изготовления точной сборки из программной стороны так что теперь срабатывание в паузу без движения энкодера одна секунда но при этом пока принтер не исполнит текущую команду он не встанет в паузу а текущая команда может быть длинная на g2 скорость срабатывания была 4 секунды сейчас это происходит мгновенно и геркулес хост сообщит об ошибке на дисплее и с полным описанием возникшие ошибки и вариантах ее устранения система контроль деформации при печати solid print pro check повысили его надежность по срабатыванию и несмотря на то что изменился принцип то есть геркулес g2 это была подъемная голова и срабатывание по оптическому датчику то теперь solid print pro check работает по отклонению тенза датчика но принцип действия у него не поменялся он все также срабатывает на какие-то либо деформации по оси z либо какие-то сопли налипшие которые могут быть в процессе печати неведомым причинам произойти если экструдер по ним проедет то соответственно ему произойдет отклонение датчика и срабатывание и уход в паузу что не позволит продолжать дальше печатать некачественную модель а также разумеется реализована система автоматической чистки с помощью латунной щетки и теперь дополнительно силиконового ракеля изменено положение контейнера и сам контейнер таким образом что его можно снять одним простым движением руки он на магните сопло прямо над зоной сброса так что чистка выполняется качественные и быстрее а также легко очищать сам контейнер скорость чистки повысила за счет высоких скоростей и ускорений холостого входа 500 миллиметров в секунду и 5000 миллиметров в секунду в квадрате ну и конечно система уведомлений ошибок ситуации и обстоятельств начала печати пауза печати нагрев ошибки нагревателя термистора посредством высвечивания их на экране значок колокольчика все ошибки сопровождаются объяснениями и подсказками аналогично g2 и всей серии g принтер в геркулес мы предлагаем собственный повод для подготовки к печати на базе ядра кура в том числе первое и самое большое преимущество серии g это облачный слайсер диапринт клауд с помощью которого можно отправлять по вай фай на печать задания а значит запускать печать удаленно мы также добавили английский язык устроили некоторые баги и в приложении для пк депринт pc с помощью которого можно отправлять файл на печать по локальной сети отменять печать и ставить на паузу формат поддерживаемых файлов stl и обучить операционной системы windows linux и mac os как обычно мы предоставляем интегрированные профили печати то есть преднастройки под разные материалы и сопла профили печати трех типов g quality g standard и g performance g quality это качественный профиль который позволяет получать поверхность высокого качества рекомендуется для объектов малых размеров или объектов со сложной пространственной геометрией g standard стандартный профиль оптимальное соотношение скорости и качества рекомендуется для печати средних по размеру объектов g performance производительный профиль создан для получения детали за меньшее время без потери качества поверхности рекомендуется для печати крупных объектов или объектов без сложной пространственной геометрии добавили информационную вкладку с описанием профилей подготовки печати что касается кинематики g3 теперь отличается от g2 тем что у него у g3 двухэтажный core x y тадам они аж вот как это было на g2 ремень мы используем там gt2 они вот тот белый с металлокордом жесткий который оказался очень требовательный к своей натяжке и серийному использованию в общем корт кстати не вылезал а то были такие комментарии соответственно мы ушли от того ремня и используем сейчас классный фирменный gt2 core x y это более сбалансированная система чем h-bot и как итог новый принтер выдает более точные углы 90 градусов который вдобавок мы оптимизировали через программное обеспечение еще более точные размеры получаемых деталей за счет core x y принтер теперь разгоняется как lamborghini до линейной скорости перемещения на холостых 500 миллиметров в секунду и до 5000 миллиметров в секунду в квадрате ускорение на холостых при печати ускорение до 3000 миллиметров в секунду в квадрате это просто сверхзвуковая скорость по сравнению с другими 3d принтеры вы только посмотрите на этого зверя по z передача осуществляется аналогично g2 трапециедальным винтом с шагом 8 миллиметров и 16 миллиметровые цилиндрические валы по xx век рельсовые направляющие high wind 12 миллиметров или сивен как кому нравится жесткие каретки и точные точеные ролики все в лучших традициях импринты поменяли те ролики которые касаются ремня зубчатой стороны ремня и сделали их тоже зубчатыми поменяли ответные ролики на зубчатые в соответствии с расположением ремня и теперь зубчато ездит по зубчатому а гладко ездит по гладкому для того чтобы исключить ряб на стенках деталей и убрали фрезеровку полностью каретки теперь используют не фрезерованные элементы а печатные на самом деле это не является нарушением наших собственных традиций потому что всю дорогу у нас начиная с 2000 наверное семнадцатого года мы использовали фрезерованные каретки но на самом деле перейдя на core x y мы смогли изменить немножко конструктив этих кареток мы таким образом выигрываем по весу но мы не проигрываем не по точности не по скорости не пока что не по надежности потому что они у нас по сути слоистые как бы да эти каретки вот и поэтому их прочность она не определяется только прочностью самим самого материала ну и плюс мы используем наш армированный стекло наполненный abs при печати этих самых элементов кареток в геркулес g3 установлена плата управления от же контроля собственной разработки который называется геркулес control board на базе ядра стм-32 f406 168 мегагерц 32 бит и платы подключения различной периферии шаговые двигатели по осям x y используются нема 23 что не типично при использовании их на как бы десктопных 3d принтерах так вот нема 23 2 и 8 ампера с углом поворота 1 8 градусов 12 6 килограмм на сантиметр мощный шаговый двигатель который позволяет разгонять принтер на бешеные скорости выдавая усилия до 12 и 6 килограммов драйвера шаговые двигатели по осям x и y используются наши наши драйвера используются геркулес step driver но точно такие же драйвера у нас использовались и геркулес g2 они используют микропроцессор tmc 5161 и они управляют непосредственно шаговыми двигателями nemo 23 по z используем драйвера tmc 2209 вместо a4988 которые использовались g2 собственно как и в экструдере теперь для управления шаговым двигателем экструдера также используют tmc 2209 они а4988 ну и конечно же изменилось срабатывание нулевого положения позе теперь у нас происходит в два этапа сначала происходит грубое срабатывание с помощью оптического датчика который расположен в плите кинематики который реагирует на лапку который установлен на рабочей платформе сначала срабатывает этой лапкой об этот концы оптический концевик а дальше уже с малой скорости он подъезжает непосредственно к экструдеру и уже а сопло срабатывает с помощью веса измерительного датчика и понимает где у него точно располагается нолик контраборд и пауэрборд они претерпели также некоторые изменения убрали универсальные разъемы которые там были раньше а также сделали их универсальными то есть они будут использоваться эти платы у нас и в других наших 3d принтерах в том числе в геркуляс g4 g4 дуб эта плата это как бы унифицирована теперь стала также мы изменили проводку в жгуте который идет до экструдера это та несчастная коса которая на самом деле сказать вам честно принесла очень много разочарования в свое время да 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 те пользователи на g2 которые были самыми первыми так сказать пользователями они столкнулись с некоторыми недоразумениями связанных с ненадежностью этой косы и она провода которые мы туда подобрали изначально по какой-то неведомой причине оказались неправильно подобранными и поэтому они были косячными и поэтому они через некоторое время выходили из строя и в общем мы с этим так нормально горя хапнули вот но все прошло снова встало солнце начало светить всем и улыбаться и теперь у нас в экструдере используется для экструдера используется коса и жгутов которые действительно подходят по тем тому количеству изгибаний которые происходят в процессе перемещения печатающей головки этот узел нами был испытан в двухкратным с двухкратным запасом прочности то есть все мы испытываем с двухкратным запасом прочности 100 килограмм но соответственно двукратно это 200 килограмм и за время этих испытаний ни один проводок внутри этого жгута не пострадал конечно же особое внимание я хочу уделить работе над качеством печати которые мы провели для этого красавца геркулес g3 и что изменилось по сравнению с g2 во первых это прекраснейшие наши углы за которые нас кидали как шапками и говорили о том что они у нас что-то не очень что-то они там выбирают а где ваш лайнер и 2 вот это вот все что ж настало время и в импринте тоже появился лайнер и дванс только по геркулесовский так сказать короче мы поработали над непосредственно программной частью теперь у нас на программном уровне присутствует компенсация давления которая как раз таки и направлена на то чтобы углы получались не выпирающими а для того чтобы они получались просто изумительными и красивыми никими в общем вы можете сами оценить эти углы на тех картиночках которые перед вами сейчас мелькают но если мы говорим что конкретно повлияло на эти углы то тут на самом деле вопрос комплексный но безусловно существенное изменение дает именно наличие вот этой вот как бы лайнер адванс по геркулесовский название пока у нашей штучки это нету да и собственно говоря наверное скорее всего и не будет но этот это не лайнер адванс потому что прошивка на базе которой у нас соответственно здесь устроится это смузи а в смузи лайнер адванс нету второе на чем мы поработали это минимизация полосатости ну как так называемая как как вы знаете в 3d печати в принципе при при просмотре на так сказать стенку под определенным углом мы можем наблюдать абсолютную идеальность поверхности да а если мы посмотрим под специальным углом под которым никто не показывает то мы увидим что на самом деле присутствует некая полосатость собственно говоря над этой полосатостью мы тоже поработали потому что ну это не являлось проблемой в геркулесе но это являлось неким таким моментом который возникал на некоторых материалах и за счет пид регулировки за счет регулировки потоков за счет в том числе и наличию пункта 1 который говорил про давление там и все прочее да нам удалось добиться минимизации этой полосатости за счет чего стенка выглядит максимально красивенькой и няшненькой ну и третий момент это на некоторых при некоторых режимах печати проявлялась так называемая так называемый звон присутствовала рябь у этих дефектов у них разные причины то есть звон появляется от веса от ускорений а ряд получается от ремня который может давать вертикальные такие полосы в итоге сейчас это все ушло за счет во первых потому что мы сменили кинематику на кодекс y во вторых потому что мы поменяли ремень в третьих потому что у нас сейчас используются ролики ответная тоже с зубами по которым соответственно ремень он перемещается то есть вращается более плавным образом и никаким образом там по гладкому ролику не стучит как это было раньше соответственно за счет вот этих всех нововведений эти все проблемы ушли вес кинематики также изменился потому что ушла каретка рельса для подвижной голове ушли фрезерованные элементы на каретках соответственно вся эта система стала легче и вот это весь комплексный подход позволил получить позволил избежать эти вот дефекты которые называются звон или ряд и важно отметить что теперь в профилях печати который называется performance в них используется действительно максимально возможные указываемые в характеристиках скорости и ускорения которые действительно позволяют получать от этого режима печати прям все то есть это настоящий performance это не просто это и раньше был performance но типа не такой перфомничный как вот он может быть да а сейчас это прям performance performance такой что прям просто сверхзвуковая ракета улетает да и деталь получается просто вот так вот только запустил должна печаталась да как я сказал ранее мы провели всевозможные испытания на ресурс тех узлов которые могут подвергаться в процессе эксплуатации какому-то либо износу в данном случае это называется гарантийная наработка или ресурс это количество экстрадированного филамента или супарное время нормального функционирования 3d принтера до достижения которых возможен гарантийный ремонт ресурс составляет 100 килограмм филамента или 5000 часов нормального функционирования в зависимости того что наступит раньше но если наступит раньше истекшая гарантия то как бы она наступит но здесь важно понимать другое ресурс дает понимание того что то что двигается это что работает долго то что греется то что трется то что куда-то заправляется то что где-то там перемещается внутри снаружи и так далее это все испытано было соответственно если вы не превышаете этот ресурс то в процессе эксплуатации изменения у тех узлов которые изначально как бы собираются до них изменений к их не будет но через 100 килограмм эти изменения уже возможны что потребует от вас там как от пользователя каких-то дополнительных технических обслуживаний после которых соответственно при проведя это техническое обслуживание возможен быть дальше радостно пользоваться 3d принтером это не значит что узлы ресурсные что после того как вы им попользовались 100 килограммов их нужно выкинуть и поменять новые нет это значит что после этого возможно изменение геометрии после печати по результату печати то что возможно какие-то перекосы люфты и так далее вот что это значит и при проведении соответствующего то принтер возможно вернуть обратно в его исходное состояние 100 килограммов это достаточно внушительная цифра потому что среднестатистический пользователь обычный на каком-то предприятии где не происходит каких-то существенных колоссальных супер серийных производственных аддитивных производств собственно говоря среднестатистическое пользование в год но это порядка 20 килограммов соответственно мы но это по нашим данным там может быть кого-то больше понятное дело соответственно если это какая-то мощная студия 3d печати то увне количество материала которая они на каждый принтер использовать соответственно может быть намного больше будет там не 20 килограмм в год а у них может быть там 20 килограмм там условно говоря там не знаю за полгода за три месяца там на один принтер все зависит того от от мощности этой студии и от количества принтеров которые используются мы посчитали что 100 килограммов это достаточно внушительная цифра которая для рядом для рядового пользователя и для студии печати является оптимальным. Но, как я повторюсь, как я сказал ранее, даже несмотря, что пройдет 100 килограммов, а с учетом того, что мы в двукратном, с двукратным запасом это все испытывали, то есть даже если придет 200 килограммов, это не значит, что принтер взорвется, поломается, весь упадет и скажет вам, все, я больше работать не буду. Нет, это значит, что ему придется что-то поменять, и после того, как вы ему это что-то поменяете, он может еще раз отпахать свои 100 килограммов. Вот что значит в нашем случае гарантийная наработка или ресурс до первого технического обслуживания. В том числе еще одна новая интересная характеристика, которая появилась в составе этого продукта. Связана с тем, что мы изменили подход к понятию точности печати, и при разработке продуктов мы проводим различного рода эксперименты на реальную точность, которая называется по сути прецизионность тех изделий, которые печатаются на принтере. Эта информация необходима для того, чтобы пользователи могли правильно понимать, в каких допусках, с какой точностью, реально с какой точностью они могут получить свои изделия. Безусловно, информация, на которую оперируются, оперировались раньше многие пользователи, связанная с минимальной толщиной слоя, либо с дискретностью перемещений, она на самом деле не имеет, она не имеет прямого отношения к той информации, которая на самом деле нужна инженеру, когда он хочет понять, какого размера деталь на выходе после 3D-принтера он получит. Соответственно, мы ввели это понятие, и в данном случае повторяемость размеров деталей до плюс-минус пяти соток. Это по любой оси, по оси X, по оси Y, или по оси Z. Подробная вся эта информация о том, каким образом проходили эти испытания, размеры в группах, там, и так далее, это все будет выложено на том сайте по G3, который сейчас у нас полноценный, пока еще делается. То есть на том сайте, который сейчас предварительный, ну, как бы промо-сайт, скажем так, да, который доступен по ссылке в описании, где, собственно говоря, можно посмотреть цену на принтер, да, там пока этой информации нет. Но в скором времени на самом основном сайте эта информация появится. Я вам рекомендую посмотреть, потому что, ну, такой информации не делится, ну, никто, и никто ее не предоставляет из тех, по крайней мере, 3D-принтеров, которые есть на... в этом сегменте. Эта информация, например, доступна у такого крупного производителя, разработчика, создателя FDM-технологии, компании Stratasys. Вот там есть информация об отклонениях, о повторяемости. И я вам рекомендую зайти на сайт Stratasys, например, посмотреть F-серию, и там, если вы скачаете брошюрку непосредственно принтеров F-серии, это Stratasys F123, вы можете увидеть эти значения. И я вам хочу сказать то, что эти значения, они, конечно, очень такие, ну, неоднозначные, потому что кажется, что ваш принтер, 40-сантиметровую деталь, в итоге напечатает ее с отклонениями в полмиллиметра, там, или, по-моему, даже в миллиметр. В общем, не поленитесь, посмотрите, зайдите, поизучайте эту информацию, она очень интересна. А у нас на G3 повторяемость размеров детали до плюс-минус пяти сотых миллиметров, а отклонения на миллиметр плюс-минус одна тысячная миллиметра. Теперь у вас есть эти данные, живите с ними, пользуйтесь ими и сравнивайте их с данными от других 3D-принтеров. А если этих данных у других 3D-принтеров нет, обязательно их запрашивайте. Теперь в комплекте с принтером мы поставляем Клото АБС ГФ-13. Это армированный стеклонаполненный АБС под нашим совместным брендом с компанией РЭК Клото Филаменс. Раньше это был пылопластик, но кто был раньше, то старое помянет тому филаментом в глаз. Мы добавили лопатку для снятия модели и их обработки. Кстати, рукоятка напечатана из того же пластика. Мы добавили фильтры меламиновые, филаментоприемник и масло для печати на цельнометаллическом хот-энде пластиками с низкой температурой стеклования. А еще у нас теперь есть вот такая крутая коробка. Что ж, давайте подытожим. Что у нас получился такой за принтер Hercules G3? Во-первых, он универсальный. Возможность использовать сменные хот-энды покрывает практически все материалы, доступные на рынке в данном сегменте для данного типа оборудования. А удобство использования этих сменных хот-эндов, а также удобная нумерация, которая позволяет подобрать прижим под любой тип филамента, является неоспоримым плюсом в данном случае. Поэтому фиксируем. Он универсальный. Теперь действительно универсальный. Кстати, да. Теперь он действительно универсальный. Высокотемпературная печать. Пункт номер два. Цельнометаллический хот-энд с температурой печати до 420 градусов позволяет работать с инженерными материалами, а также с некоторыми высокотемпературными материалами, такими как пик. Высокая точность. Пункт номер три. Что самое важное? Попадать в размер, а также получать детали с идеальной геометрией. Так вот, надежная кинематика, программная настройка углов, отсутствие ряби, звона, положение, сведенное до минимума, а также данные о повторяемости до 0,05 мм и отклонением 1,000 мм на миллиметр дает понимание о том, что это точный 3D принтер. Соответственно, у него высокая точность. Фиксируем. Пункт номер три. Пункт номер четыре. Производительность принтера. Наличие сопел большого диаметра, а также высокие линейные скорости печати до 125 мм в секунду, высокая скорость холостого хода до 500 мм в секунду, а также сверхзвуковые ускорения до 5000 мм в секунду в квадрате позволяет получать изделие достаточно быстро, а высокая производительность до 162 кубических сантиметров в час позволяет прогонять через себя большее количество материалов за меньшее количество времени. При этом прочность у нас не снижается, а остается неизмен, что мы с вами разобрали чуть ранее. К производительности мы можем также отнести и вопрос скорости получения результата и работы с принтером как таковым. То есть мы немножко можем расширить это понятие и уже не используя только технические цифры, не только технические характеристики, но и простота самого процесса в целом. Наличие облачного слайсинга, а также наличие приложения для Windows и Mac OS Diaprint PC и удаленного в своих интерфейсах Diaprint Cloud позволяет очень быстро осуществлять процесс отправки задания на печать, а также наличие профилей, которые уже подготовлены для того, чтобы как можно быстрее слайсить необходимую модель, ускоряет весь процесс в целом и делает его более понятным и более простым, что, конечно же, в общем итоге увеличивает производительность работы с принтером и производительность принтера как такового. Удобство работы с принтером. В данном случае все системы автоматизации, которые направлены на беспроблемную и понятную работу с принтером, они, безусловно, являются удобными. А также интерфейс управления со своей системой уведомлений, который просто нафарширован различного рода подсказками, которые позволяют делать работу с принтером более понятной. В том числе, если мы говорим о каких-то происшествиях, которые происходят в процессе печати, система уведомления присылает нам сообщение, в котором говорит, что не так, и дает нам советы, что можно поправить или куда посмотреть для того, чтобы это происшествие исправить, так сказать. Плюс еще, конечно же, система автоматической калибровки, программная компенсация первого слоя и многое другое, что направлено на то, чтобы знакомство и жизнь с этим принтером была наполнена лишь только яркими миганиями о состоянии принтера, что он закончил печать успешно. Только это, все остальное должно остаться в прошлом. Надежность. Безусловно, вводя такой параметр, как гарантийная наработка, ресурс до первого ТО, 100 килограммов, мы, естественно, ну, а как мы по-другому можем понять, что этот принтер надежен? Только вот так, только вот так. Поэтому теперь мы можем говорить о том, что этот принтер не просто надежный на словах, а он еще надежный, потому что каждый его узел был испытан на его ресурс 100 килограммов с двойным запасом по прочности. Техподдержка в России. Последний пункт, но не по значению. Компания-производитель, компания импринта, компания с большим опытом оказания сервиса и технической поддержки своим клиентам. И да, мы, в принципе, готовы оказывать техническую поддержку в стране покупателя на его языке. Но с арабами мы будем говорить на русском, а с русскими на русском тоже. Да. В общем, наличие запчастей, сервиса, технической поддержки, это, безусловно, то, что очень важно в текущих условиях для нашего потребителя. Вся документация также и руководство пользователя на русском языке. Что ж, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, информация из обзора была для вас полезной и интересной. Ставьте лайк, если бы вы тоже хотели попробовать этого красавца в деле, или дизлайк, если вы завидуете тем, кто этого красавца уже использует в своем деле. Ну и пишите какой-нибудь интересный комментарий. Например, насколько вы считаете существенным те изменения, которые произошли в G3 относительно G2. Есть ли у вас опыт работы с G2, есть ли он у вас хороший, пишите о нем обязательно. Если он у нас плохой, пишите. Мы даже не будем удалять комментарии. Мы готовы принимать любую обратную связь по данному ролику, обзору и принтеру, какая бы она у вас ни была. Мы вас всех очень сильно любим и надеемся на эту взаимность. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, коллегами, 3D-печатниками, а также рассказывайте о нем всех, всем тем, кто только встретится на вашем пути. И с вами был Артем Соломников, и это канал Аддитивная Кухня. Здесь мы обозреваем собственные 3D-принтеры. Всем удачной печати и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok